Сегодня Государственная Дума начнет свою работу с рассмотрения проектов двух принципиально важных заявлений. Это заявление, которое касается подписания президентом Порошенко закона об образовании. Принятие этого закона на Украине резко ограничивает возможности миллионов людей этой страны получать знания, получать образование на своем собственном языке. Похоже, что Киев ничему не научился, даже после того, как Донецкая и Луганская Народные Республики в результате референдума объявили о своей независимости. Одна из важнейших причин этих событий состояла как раз в том, что людям, живущим на Донбассе, запрещали говорить на своем родном языке. Второй принципиально важный документ, который будет рассмотрен сегодня, это обращение Генеральной Ассамблеи ООН, парламентам целого ряда стран и международным парламентским организациям. Оно принимается в преддверии рассмотрения на Генассамблее ООН вопроса о необходимости снятия блокады из Кубы. Государственная Дума намерена поддержать эту позицию в очередной раз. 25 лет мы принимаем на парламенте соответствующее обращение. Исходим из того, что политика санкций абсолютно одрехлела. Более 50 лет она осуществляется со стороны Вашингтона, но это отнюдь не привело к смене политического курса Гаваны. Куба продолжает идти своим собственным государственным курсом уверенно и настойчиво. В прошлом году из 193 стран, членов ООН, 191 высказалась за отмену блокады и даже США не голосовали против, воздержались. Политика Обамы в последние годы состояла в том, чтобы смягчить отношения с Соединенными Штатами Америки, Соединенными Штатами Америки в Кубе. Но приход Трампа сегодня связан с новыми заявлениями антикубинскими, с новой риторикой агрессивности в отношении Кубы. И поэтому заявление, которое будет принято сегодня, абсолютно актуально. Вчера на Совете Государственной Думы этот вопрос рассматривался. Все четыре фракции намерены поддержать данный документ. Сегодня на пренарном заседании будут рассматриваться четыре важнейших вопроса. Это исполнение федерального бюджета за 2016 год, а также исполнение внебюджетных государственных фондов, пенсионного, социального страхования и обязательного медицинского страхования. Позиции фракции КПРФ не поддерживать исполнение этих бюджетов, потому что мы не можем согласиться с тем, что по итогам 2016 года реально располагаемые денежные доходы населения сократились на 5,9%. Падение было и в 2015 году. Таким образом, за четыре года реально располагаемые денежные доходы практически упали на 12%. Такой бюджет, безусловно, фракции КПРФ поддерживать не может. Мы не поддерживаем и закон по пенсионному фонду, потому что реально назначенные пенсии за 2016 год сократились, уменьшились на 3,4%. По фонду обязательного медицинского страхования наши вопросы, проблемы в том, что, несмотря на рост финансирования услуг, общее число оказываемых действительно услуг значительно сократилось, об этом мы будем говорить уже на пленарном заседании. Таким образом, завершая, хочу сказать, что фракция имеет свои предложения по увеличению доходной части бюджета, в том числе и 2018 года, и на пленарном мы как раз эти все вопросы вам, избирателям, доложим. Добрый день, уважаемые коллеги по четвертой власти. Хочу обратить ваше внимание на три события, которые или произошли, или произойдут сегодня 27 сентября. Во-первых, в 10 часов в совхозе имени Ленина Геннадий Дюганов, лидер фракции Компартии Российской Федерации, открывает детский садик, я бы сказал так, детский садик будущего. А 1 сентября в этой же школе, в этом же совхозе была открыта школа будущего. Я объехал много стран, в Финляндии, правда, не был, но когда попал в эту школу, вспомнил Жванецкого. Помните, он говорил, а магазин снимать, визу оформляли, редактор сказал, что даже в нарисованном слишком скромный ассортимент. Так вот, такой школы я не видел практически нигде. Это первая ее особенность. Вторая ее особенность состоит в том, что была целиком построена на деньги совхоза имени Ленина, более 2 миллиардов. И это пример для многих, многих, как надо говорить, хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, как надо относиться к своему будущему. И третья особенность этой школы. На ее базе создан филиал Московской школы Ефима Рачевского. Насколько я понимаю, Ефим Лазаревич тяготеет скорее к партии власти, так немножко к системным либералам, а Павел Грудинин тяготеет к фракции Компартии Российской Федерации. И это не помешало им вместе работать над будущим наших детей. Как сказал бы Александр Сергеевич, их пример другим наука. Потому что образование должно быть сферой широкого национального политического согласия во имя обеспечения будущего страны. Второе событие. Избрание президента Российской Академии Наук. Мы выступали против закона об Академии Наук, поправок в этот закон, потому что это закон о недоверии всех ко всем. По этому закону правительство не доверяет ученым и отбирает кандидатов, которые, по его мнению, достойны стать президентами. Кстати, двух известных ученых, академиков Хохлова и Черешнева, в недавнем прошлом председателя Думовского комитета по науке, правительство отсекло по непонятным мне причинам. Далее. Президент по этому закону может высказать недоверие не только академикам, но и правительству может не утвердить избранного президента Российской Академии Наук, надеясь, что президент этого делать не будет, и академик Александр Сергеев станет президентом Российской Академии Наук на вполне законных основаниях. Он победил с большим отрывом, и характерно, что он не был кандидатом от власти. Академики проявили свободолюбие, как это бывало, кстати, и в советские времена. И третье событие. Ольга Юрьевна Васильева, министр образования и науки в Государственной Думе. Мы внесем ей порядка восьми предложений, которые практически не требуют денег, потому что понимаем, министр образования не министр финансов. А ваше внимание накануне бюджета, уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание на данные, которые проведены, между прочим, в высшей школе экономики, системными либералами, с которыми находимся в состоянии постоянной, скажем так, творческой дискуссии. Что же говорит нам высшая школа экономики? Она говорит о том, что если в советский период, по данным Мирового банка, в 70-м году мы тратили 7% полового внутреннего продукта на образование, и это минимально необходимо для модернизации. В 50-е годы, кстати, по данным Академии образования, 10 и более процентов. То в 60-м году 3,9%, сейчас 3,6%, то есть вдвое меньше того, что необходимо для модернизации. Мы занимаем 22 место среди развитых стран по доле финансирования образования от государственных бюджетов. Мы занимаем 29 место среди развитых стран по доле финансирования образования от полового внутреннего продукта. Правда, в 2011 году занимали 32-е, предпоследнее место из 33 стран, по которым есть данные. Ну и наконец, нам все время говорят, что образование в России приоритет. Так вот, если верить высшей школе экономики, я думаю, у других получились бы другие данные. И принять за 100% то финансирование образования, которое было в 2006 году, то в реальных деньгах в 2012 году, по их данным, было 180%, а в 2015-м 149. С тех пор расходы на образование растут медленнее официальной инфляцией. А это значит, что, соответственно, в реальных деньгах они сокращаются. Выбор только один, и очень небольшой. Либо мы увеличим финансирование образования, и будет у нас модернизация. Либо будет продолжаться экономия на образовании, а модернизации не будет. Я бы хотел напомнить перефразированную цитату из Дмитрия Менделеева. Помните, он по поводу сжигания нефти говорил. Топить можно ассигнациями. Я бы сказал так. Экономить на образовании хуже, чем топить ассигнациями. Мы внесем, Ольга Юрьевна, на наши предложения, потому что кое-что можно сделать где и без денег. Деньги это условие необходимое, но недостаточное. С нашей точки зрения нужно менять весь курс образовательной политики. Спасибо.